Если, зайдя на мой канал, вы хотите увидеть зло, склоки, сплетни, ненависть, то вы попали не на тот канал. Здесь у нас добро, понимание и искренняя помощь ближнему. Всем привет! Спасибо огромное, что заглянули на мой канал. И также, в первую очередь, благодарю вас за тёплые, добрые комментарии, за то, что ставите лайки. И кто не подписан, подписывайтесь. Ну что, прошла у нас очередная серия сериала «Доброе дело». И, как я уже в очередной раз говорю, мальчики решили стать добрыми. Они отдают деньги, покупают какие-то вещи. И, как уже понятно, основному герою, которого сейчас полюбили зрители, и этот герой Сергей. Искренне скажу, что Сергей мне тоже очень нравится. И вот в сегодняшней серии я вот реально всё это заметила, насколько уже мальчики не милы Сергею. Потому что, придя с телевизора, Сергей всё равно не перестал чистить кружки. И вот кто бы не говорил, что он не любит труд, что он лентяй. Посмотрите, человек, мужчина, он сидит, чистит кружки, потому что он любит порядок. И когда ребята сказали, что вот мы не с пустыми руками, типа, мол, туда-сюда, каких-то восторгов у Сергея не было. Видимо, они, когда начинали своё видео, что вот передала подписчица деньги, мы купили телевизор, они ждали, что будут восторги, будут вау, как круто. Но Сергей как сидел, чистил кружки, так и чистил. Лишь что-то там прочитал на этой коробке, что там за телевизор. Объяснил, что у него там антенна. Вы же видели какая, что там ничего, наверное, не будет. И знаете, вот было видно, что не надо ему этот телевизор. Оставьте меня в покое. Оставьте меня одного и заберите бабу Галю. Ну вот, честно, я вот это увидела. Вот напишите потом в комментариях, заметили ли вы это. Дальше они пошли с этим телевизором. Но, как мне показалось, они, как мышки, шли в комнату тихонько с этим телевизором. И баба Галя тут сразу слышно, кто там разговаривает, что там такое, что там за суетня и что там за шумиха. Ладно, телевизор поставили. Сергей начал распаковывать. Зашли к бабе Галле. Баба Галя, как всегда. Еще я тогда, что-то знаете, мне казалось, там какая-то скомканная простынь лежит. Сейчас я не увидела вообще никакой простыни. И даже, честно, не увидела наволочку. Сидит на этом всем скомка нам, говорит, спрашивает у нее, что тут просыпала, что у тебя тут за мусор. Говорит, опилки. Зачем тебе опилки? Ты какие-то опилки, говорит, заваривала. Это ума хватило спросить, что ты опилки заваривала, пила. Ой, ну, короче, ума палата, честное слово. Но она говорит, я там что-то засыпала теми опилками. Ну, засыпала ты на огороде. Что ты в комнате-то насыпала этих опилок? Зачем ты этот мусор очередной раз разносишь, не в своем жилье? Дальше тут уже бабу Галюш надо предобрить немножко. Сейчас же с этим телевизором. Как это все преподнести? Вот, баба Галя, тебе на рассаду тысячу передали. Ой, сразу слезы. Ой, спасибо, ой, спасибо. А как узнали? Ну, никак не узнали. Вот с другого города на карту перевели. Вот так вот и передали тебе. Ой, мои хорошие, мои любимые. И понеслось. Андрюшенька, оказывается, у нас звонил бабе Гале. И, видимо, он сказал, что как надо говорить про кошек и все прочее. И нужно повторить ту историю, которую она уже говорила. Но, возможно, ребята, это и так и есть. Возможно, у нее там две Машки были или три у нее Машки были. Они там нарожали этих котят ей. Но факт, что не жила на четыре года в бане. Ну, может, приходила, кормила она этих кошек, что ей было жалко их. Но всю пенсию она точно на них не тратила, как она все плачется. Что вот котикам сосисочки покупала и денег не хватало. Дениски в больницу носила. То, что все она Дениски носила, это понятно. Котиков, ну, возможно, она тоже как-то кормила. Но они были очень голодные в тот первый день. Прям я не знаю, насколько они были голодные. И да, опять такая, знаете, нераскрытая тайна. Четырех лет в бане. В общем, ну, что, баба Галя там уже хвалила, не перехвалила за эту тысячу рублей. И тут уже ребята ушли. Ну, а наш следом, что пошли? Следом она пришла. И, ого, вы телевизор Сергею купили. Ну, Игорь такой, знаете, как будто я так боюсь эту бабу Галю. Ну, что ж сказать, ну, что ж сказать. Не мы купили. И тут женщина одна купила. Ох, как Сергей разбогател из-за меня. Меня, ребят, честно, эти слова убили. Обычно я довольно спокойно на все реагирую, да. И довольно стараюсь спокойно все это критиковать. Но тут, на самом деле, я смеялась. Муж говорит, что там смеешься? Ну, на самом деле, это выглядело настолько уже смешно. Потому что уже, знаете, баба Галя, как какой-то положительный герой, уже никак не прокатывает. И уже, наверное, у многих вызывает какие-то эмоции противоположные. Ну, и вот она там это немножко повопела. Что опять, что ой-ой-ой-ой, какие там люди добренькие. И тысячу перевели ей с этой тысячей. Поэтому ой-ой-ой, мой Димка, это же надо на тебя так наговаривали. Чтобы Димка там кошек ловил по всему Прокопьевску и в баню сносил и все прочее. В общем, ребят, итог чего. Что-то там нерабочее. То ли в телевизоре, то ли в какой-то приставке. Но вроде в приставке. Они все это дело забрали и сказали, что вот мы, Серега, к тебе еще приедем завтра. Все это дело поменяем. И будем дальше там устанавливать этот телевизор. И уже, да, как и вишенка на торте. Я тебя умоляю, Игорь, перестань такими фразами бросаться. Ну, перестань ты мне, Андрея, как его, Петрова напоминаешь. Не надо, я его терпеть не могу, честное слово. Прекрати меня нервировать. Ну, да, вишенка на торте была вишенкой на торте. Но Сергей на самом деле был от этой вишенки в недоумении. Когда передали снова вот пять тысяч рублей, мне на тот момент показалось, что он задумался, что, да, деньги деньгами, но чисто ли тут что-то, не чисто. Нет, он, конечно, понимает, что его снимает. Но, мне кажется, он не все понимает и не все он знает досконально. Ну, знаете, хорошо, что отдали деньги. И хорошо, что отдают. И не зря, ребята, отдают. Потому что, ну, вспомните все прошлые ролики, что они деньги отдавали в каждом ролике всем. Что телевизоры возили, коробки возили, покупки какие-то делали. Нет. Опять мальчики стараются быть добрее, потому что запахло жареным. Говорю в очередной раз. В общем, ребята, у меня все. Жду ваших комментариев. И лайк за начало видео. Надеюсь, вы обязательно это оцените. Поставите лайк. Кто еще не подписан, подписывайтесь обязательно на мой канал. Здесь мы не бьем никого кнутом. Здесь мы не собираем сплетни. Мы просто высказываем свое личное мнение. Всем хорошего настроения, всем позитива, добра, улыбок. И главное, мои хорошие, крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю виртуально всех. Всем пока.